Российская таможня с этого года начала брать пошлину с возимых товаров дороже 500 евро. Ранее этот порог составлял 1000 евро. На пункте пропуска на границе с Китаем побывала наш корреспондент Ксения Колчина. Отпраздновать Новый год в Китае для многих приморцев уже традиция. В регионе 5 автомобильных погранпереходов и на каждом в предпраздничные дни очередь. Поднебесная близко и довольно недорого. Путевка, как правило, около 5000 рублей. Отсюда до Китая меньше 50 метров. Уже с этой точки видны здания по ту сторону границы и вывески с китайскими иероглифами. Через приморский автомобильный пункт пропуска Полтавка попадают в приграничный Дунин. Этот город популярен и среди любителей экскурсий, и среди тех, кто отправляется за покупками. Уже туда едут с внушительными сумками. Обратно багаж станет еще тяжелее. Именно таких туристов коснутся нововведения физических лиц, которые пересекают границу на наземном или водном транспорте. Сейчас при возвращении на родину пошлину нужно будет платить за покупки дороже 500 евро. Прежде был порог в 1500 и больше 25 килограммов. До нововведений без пошлина допускали 50. Пошлина составит 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за килограмм. В случае возникновения каких-либо споров по стоимости, у нас есть таможенные эксперты. Я думаю, нагрузка на них возможно возрастет в связи с разрешением таких вопросов. Люди, которые обладают специальными познаниями относительно стоимости товара. Туристам раздают специальные памятки и руководители групп, и сами сотрудники таможни. Пока нововведения только вступили в силу и анализировать их последствия преждевременно. Но представители туриндустрии предполагают, что в новые рамки будут укладываться далеко не все. 500 евро, 35 тысяч рублей, это не что. То есть ни одна шуба столько не стоит. Поэтому шубы в Китае в два раза дешевле, чем у нас. Поэтому, ну просто, просто ограничения. Ограничения коснутся и иностранцев, которые, к примеру, живут в России и отправились за рубеж за личными покупками. Сейчас 25 килограмм. С того года? Потом, если много, большой сумка, надо отобрать деньги. Сотрудники таможни напоминают о том, что нужно иметь с собой документы, подтверждающие стоимость товара. Процедура оплаты пошлина в случае превышения лимита сложной не будет. Это можно сделать онлайн прямо на месте. Единственное, что здесь могу порекомендовать, если вы вывозите с собой дорогостоящую технику, то задекларируйте в пассажирской декларации при вывозе, что это было с вами. Потому что обратно вам, опять же, могут вменить, если это вещь новая, да, либо кажется новой, подтвердите, что вы, скажем так, не купили. Тем, кто путешествует самолетом, новые правила можно не изучать. Для воздушного пересечения границы беспошлиные нормы остались прежними. 10 тысяч евро и 31 килограмм.